Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если ее не доставить в больницу, она умрет Но больниц больше нет Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь Да я только что окончил колледж Я волонтер, меня тут и быть не должно Ну ладно, черт, у меня место еще только на двоих Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих Ну ладно, давай, помоги мне Ну, родная, потерпи Ты поправишься Я не держу Эй, я вернусь от тобой Так, Бухарь, пошли, нам надо вертолет Стой, стой Нам надо вертолет Я его слышал У него там место на двоих Иди Будь с ней Я справлюсь С нами ведь и похуже бывало Так? Да уж, бывало Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от Трехпалого Джека Нет Послушай, Бухарь без меня точно пропадет Потом вернешь Ты с нами? Понял Что? Ты опять туда ездил? Я же говорил, что не надо Слушай И начинай, а? Я просто охочусь на фриков Понимаешь, Бухарь? Только ради наград Я туда и таскаюсь Ах вас, суки Привет Здрасте Я тут заблудился, может вы подскажете? Ты тут заблудился? Да Я ищу Олд Белл на Провод Но тут что-то ни одного указателя Слушай, ты что, издеваешься? Нет Что? В чем дело? Что? Круто Ну просто зашибись Ну зашибись Просто класс Так что, подскажете? Что? Извини, понятия не имею, где этот Беллнук, Беллнак или как его там? Беллнап Да, вот это Я не знаю, что это и где, ничем не могу помочь Значит, нет? Нет А, ну, хорошего дня Эй! Вот ведь Можешь тебя подвезти? Да, будь добр Рада, что ты наконец догадался Я сам Я Дикон Оу, пардон Неловко вышло А, как мне сесть на эту хреновину? Ну, это должно быть очевидно Просто Перекинь ногу Ладно Сейчас Села Эй! Эй! Держись крепче Просто Оказалась в отрыве от цивилизации Да ладно Есть тут цивилизация Вот рядом Крэйзи Уиллис А еще Ну, я в смысле, что Сеть не ловит Я так и понял А, ясно Ну, ладно И что такая красивая девушка Забыла в таком месте? Знаешь, сама задаюсь этим вопросом Я провожу исследование Ну, изучаю всякое Спасибо А то я не знал, что такое исследование Извини Я изучаю растения Изучаешь растения? Да Козлы! О, Господи Ты жива? Да, жива Да, нам повезло Эй Точно все нормально? Да, все нормально Просто Господи Эй Да тут и сеть Привет Да, все в порядке Но Это твоя машина Это реально корыто Эвакуатор нужен И она Я не знаю Где-то Я не знаю Трасса 42 Трасса 42 Да, около мили проехала Ну, ладно До скорого Мы поехали назад к машине Будем ждать эвакуатор Я... Я не знаю Ну, ладно Не вопрос Когда те парни вернутся Они будут рады тебя подвезти Так, хорошо Ладно, только Дай дышаться Они вернутся в любой момент Ладно, ладно, ладно Все, поехали Только на этот раз поосторожнее Ну, тут ты явно все дороги знаешь А ты, значит, не местная? Нет Я из Сиэтла Компания, в которой я работаю Открыла тут лабораторию И... Вот я переехала в это захолустье Чтобы изучать растения Точно Ну да Я ведь уже сказала В общем Наша компания Проводит исследования Для одной биомедицинской фирмы И... Некоторые из растений С которыми я работаю Довольно редкие И они растут здесь Ничего приятнее Я в жизни не слышал О, да вы охренели Клин, у нас тут гости Черт Ну что, поумнел? Ты кто это у нас? Большой злой байкер Да Я ж ему еще раз Ну что, брат, нравится? Давай, влами ему Уже не такой крутой, да? Ты, я смотрю, намеков не понимаешь О, неплохо Да Ща мы его получим Он у нас все поймет Что, нравится? Да, вот так Черт Да ну нахер валим отсюда О, господи Ой, мамочки Не-не-не Мамочки Эй Извини, пожалуйста Да тихо, тихо Я не знала Я просто глянула в твою сумку Да все нормально Увидела и подумала Я же могла кого-нибудь убить Ну Господи Для этого тебе пришлось бы Как минимум прицелиться Я никогда ничего такого не делала Все в порядке Они уже свалили Я обидела это в твоей сумке Ты молодец Знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сядем здесь И будем ждать твоего парня Ладно Спасибо Я никогда такого не делала Да? А так не скажешь Правда? Я только начал Так что остынь, ладно? Все, мне надо работать О, Брайан Походу нашел Думаю, тебе бы это не понравилось Что тебе надо? Не подходи Мы просто поговорим Протокол НЕРО-2-7 предписывает Что при проведении операции в карантинной зоне Если я встречу каких-то намадов То есть гражданских Мне запрещено вступать ими в контакт Правда? Ну, ты же вроде уже вступил В контакт Ну, в общем, да Ты живой? Да Живой Как? Как ты выжил, Брайан? Что? Я не понимаю Короче, в ту ночь ты был там В Фермуле А потом В лагере беженцев Вертолеты горели И все до одного погибли Там всех перебили Там всех разорвали на куски Ладно, так, слушай Я могу по-хорошему или по-плохому По-хорошему мы поговорим Ты ответишь на вопросы И пойдешь копаться у фриков в кишках Или зачем ты там сюда приперся По-плохому Я вскрою на тебе скафандр И глянем, как твои дружки Отнесутся к тому, что ты надышался Зараженного воздуха Что выберешь, Брайан? Ладно Хорошо Хорошо Ну, вспоминай На крыше старой пивоварни Я посадил в твой вертолет Раненую женщину Да Я помню Ну, конечно У нее было ножевое ранение Я пришел в лагерь беженцев В который ты должен был ее доставить Все были мертвы Я повторю вопрос Как ты смог выжить? Нас там не было Нас развернули на юг В другой лагерь Тот, что был на пее Был захвачен Поэтому Нас отправили на юг В лагерь возле Силверлейк Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю Меня перевели в исследовательскую группу Тихо, тихо, тихо Я выясню Я узнаю У тебя наша рация Вот как ты Я ничего не обещаю Но я проверю Ага, вместе пойдем Тупой Нельзя Не надо Ты их не знаешь Они тебя застрелят А я застрелю тебя Слушай, если хочешь меня убить Убей, понял? Я сделал, что мог Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу Кислород Я ее спас А я греб за эту проблему У нее начался септис Она бы не выжила Я отвез ее в госпиталь Я ее спас Убраем Прием Мне пора Пожалуйста Уходи отсюда Ты не знаешь этих людей Не знаешь, на что они способны Если ты исчезнешь Знай, я тебя из-под земли достану И тогда сломанной антенной Ты уже не отделаешься Мне жаль, что так вышло с твоей женой Но не ты один тогда потеряла родных Эй, а ты не отвечаешь по рации? Да Не знаю Эй, стой, стой Все нормально, нормально Просто Пытаюсь, короче, просохнуть У тебя жар Башка расколоется У тебя жар Нет-нет, я просто устал Короче, жди здесь Лежи Что-нибудь придумаю Да не нужна мне нянька Расслабься Черт Давай, давай Соображай Думай Называется Лавандула ангустифолия Лаванда? Ну, я еще плачу студенческий кредит Так что мне ближе латынь А так лаванда Ну, правильно Зря что-ли бабло платило Так, дай-ка мне руки Значит, одной рукой Берешься за цветок Ясно А другой рукой За стебель Ага Да, вот так А потом медленно тянешь Ну, я умею грядки полоть Извини, но это тебе не сорняк Тут надо лаской Ну, тянуть-то можно Да, но очень нежно Ты готов? Ага Давай Вот так, отлично Ага Ага Че-то воняет твоя лаванда Так, ладно, ты подержи А я еще соберу Ага Так, почему лаванда? У нас лаборатория на ушах стоит Ребята вроде как нашли подвид С мутировавшими монотерпиноидами Они производят измененный линолуол, который... Это прям охренеть информативно Спасибо, Эйнштейн Извини В ней есть вещество Из которого можно синтезировать лекарства Для ожоговых больных Там, откуда и родом, лечится только одной травой Которую надо курить Бухарь знает одного парня У него тут рядышком своя ферма О, прекрасно Бухари упекут за решетку И тебя с ним заодно Что вы еще делаете? Небось, всякое там химическое оружие? Нет, нет, нет Ну, по крайней мере, не я Да? В контракте прописано Мои разработки не могут быть использованы Смотри, тут еще есть Нет, стой Да ладно, вода же теплая Эй, стой Да стой ты Что такое? Да нет, я не про кофточку Ну, в чем дело-то? Долгая история Ну, ничего Можем погулять Я люблю гулять Ну, расскажи мне про свои растения Серьезно? Ну ладно Например, вот это Адвентивный вид Ты ждешь вопроса? Несвойственные данные местности За это скажи спасибо Огдену Кому? О, черт, я спросил Питер Скин Огден Первый исследователь этой части Орегона Он и другие первооткрыватели Всегда брали с собой в походы Лекарственные травы Некоторые они обронили И теперь они растут здесь В основном на берегах Маленьких озер и прудов Первый белый исследователь Ого, надо же Да ты борец за политкорректность А ты напрасно ведешься на стереотипы о байкерах Мы вообще душевные ребята Ага У нас в клубе есть несколько черных братьев Ты знаешь, я здесь вообще цветных не видела С тех самых пор, как приехала ваше райское захолустье Да, Джек специально пригласил пару ребят из Сакраменто Просто чтобы постебать тебя Боже мой, не перевелись еще рыцари, Ферволи Ну, а чего рыцарей зря переводить? Эй, ну вот, помял Ну что, мы хоть потом-то это скурим? Нет, мы потом это выпьем Я делаю убойный травяной чай Забористый? Так, короче, заходи ко мне в гости Я тебя угощу Если подбросишь до дома Идет, договорились Вот только пивка мне Прихватим по дороге Стоп тебя! А то такое дело, я вспомнил, как Несколько лет назад Мы с Сарой были у Баррекрик Собирали лаванду И она научила Она научила меня делать мазь Я сегодня выходил Ясно? Прошел по горе, проверил капканы Рука, считай, как новая Ладно, я просто оставлю это здесь и... Ты... Дай мне пару дней И двинем на север, как и хотели Отсюда нахер Ага Ну да Гребаный упокоитель Куда выделить девчонку? Если бы я тронули, клянусь я Да чего уж там Я вас тварей При любом раскладе урою нахер Держись, Лиза Я иду Ты где? Господи, что с тобой сделали? Лиза! Лиза! Эй! Милая! Нет! Эй! Эй! Тихо! Молчи! Лиза, это я Ну, Дикон, помнишь? Дикон! Дикон Все Тихо Не бойся, а Все будет хорошо Ты цела? Черт Бежать можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног Со всех ног? Только не останавливайся Готова? Да? Беги Привет, Рикки Привет, Дик Я удивлена Такер перестала торговать рабами? А Лиза, это Рикки Она отвезет тебя В безопасное место Ничего не изменилось, Дик Железный майк тебе за это не заплатит Причем тут я же не про разрешение Это же совсем другое Дело же не в деньгах совсем Просто забери ее А? А что с ней, Дик? Ну, короче, ее Поймали у упокоителей И я... О, бог ты мой Ну, Лиза Привет Я Рикки Скажи, ты любишь рыбу ловить? Я вот обожаю Больше всего на свете я люблю рыбачить Хочешь, вместе пойдем? Да? Я расскажу тебе про Лост Лейк Знаешь, вода в нашем озере Просто чистейшая А рыба Ох ты мой Рыба на рассвете Прямо скачет Вот досюда Увидишь Там тебе очень понравится Давай, держись покрепче Готова? Большое тебе Не идут Не идут Они Они хотят Со мной пришли Черт, Бухарь, ты чего? Ты как сюда попал? Эй, эй, эй А ну, есть место Бухарь, это я Это Дик, успокойся Только рыбнешься Давай поговорим Спокойно Ну-ка, дай пушку Нет Давай сюда пушку Давай Черт Охренеть Бухарь Ты охренел, что ли? Нет Я слышал Я голоса слышал? Только этого не хватало Стой, Дик Ты разве не слышал? Ни хера я не слышал У тебя заражение крови Да иди ты Да сто пудов Ты сам посмотри На хрена мне Вставай, тебе нужна помощь Да отвали Вставай Ну что ты Да капкоса Ты извини Что я тебе чуть башку не снёс Просто Привет, Рикки, Эдди Я уже ухожу Так что если вы меня пропустите То… Ты меня застрелишь Ты мне застрелишь Нет, погоди Есть же кодекс Да? В бабу стрелять Только в крайнем случае Вот тебе случай А черт, слушайте Я все помогу объяснить Глянь, что в сумке Что, теперь наркотой стаккер торгуешь? Когда ты привёл девочку, я думала, ты изменился. И явно ошиблась. Нет, у него тут не наркота. Что? Это антибиотики. Бухарю плохо. Заражение кровью. Идти мне больше некуда. А как это с ним случилось? Без разницы. Я облажался. Тащи его. Ну, веди его сюда. Нет, так нельзя. Ещё как можно. Мне плевать, кто это, и плевать, что скажет железный Майк. Если человек болен, ему надо помочь. Надо заботиться друг о друге. Мы — это всё, что у нас есть. Идём. Я тебя подброшу. Нашёл? Я нашёл всё, что осталось. Всё, что осталось? Что такое? Что за стрельба? Так, стычка с упокоителями. Я уже разобрался. Ты разобрался? И как? О. Ну, всё ясно. И чё тебе ясно? Кто тут командует обороной, я не понял. Ты знаешь, я каждый день задаю себе этот вопрос. А ты что тут делаешь? Что я тут делаю? Эдди послала за тобой. Зачем? Так, стоп. Что там с бухарем? Я не знаю. Поехали. Да. Помнишь, Шейна Райли? Все звали его Рыжий. Рыжий Райли? Впервые слышу. Но дай угадаю, он рыжий. Что? Ты о волосах? Нет, дело в сапогах. Он носил сапоги из змеиной кожи кошмарного кирпичного цвета. Зрелище было то ещё. Да уж. В общем, когда-то он ходил для нас на вылазки, а однажды вдруг решил, что лагерь платит ему мало. И тогда он взял и убил Линдси Фуллер. Кого? Линдси. Работала с припасами Даблэр. Подожди, он убил безоружную женщину? Да она была вооружена, только не ожидала, что он выстрелит ей в лицо. Представляешь? В общем, Рыжий её убил, забрал все припасы и смылся. Больше его не видели. Вот он, ублюдок. А теперь вот засекли. Обосновался с друганами в Кэмпайнер. Можешь не продолжать. Я очень не люблю. Когда убивают безоружных женщин, я знаю. И знаю, что ты не откажешься. Да, короче, я разберусь. Что ещё о нём известно? Немного. А, погоди. Он жуёт табак. Говорят, он настолько это любит, что разворачивает бычки, вытаскивает табак и жуёт. А, мерзость какая. Ещё один повод его убить. Ага, но будь осторожен, Дик. Пара минут для тебя найдётся. Так, куда мы идём? Ты бывал в пещерах к северу от озера? Бывал. Я туда ещё вперёд тебя дойду. А, ну ладно. Пошли. Я всё равно сегодня собирался на болото. Загляну в те края, проверю, кто в трясине увяз. Когда ты последний раз был там? Да уж давно. Когда я был мелким, мы в этой пещере, считай, жили. Мой папаша увлекался геологией. Кажется, у нас тут парочка застрявших в болоте фриков. Да, похоже на то. Давай я с ними разберусь. Ну ладно, уступлю это тебе. Вот так. Молодец. Ну что, Шиза нашёл нового специалиста. Ты знаешь, куда Шиза может пойти. Короче, я что говорю? Он мог часами рассказывать, как формировались эти пещеры. Как порода снаружи затвердевала, но внутри продолжали течь подземные реки, лавы. Тут большие пещеры. Туристов в них раньше водили. Здесь Метолиус, есть ещё другие. Они в этих местах повсюду. Короче, мы уже близко к шоссе, теперь надо потише. Так, пригнись, пригнись. Ох ты ж, ёпт. Ты для этого меня сюда привёл. Понюхать толпу фриканов. Ну да. Ладно, ладно. Теперь иди замрой. Стоп, стоп, стоп. Куда идти? Куда ты меня ведёшь? Я покажу. Идём. Не подходи к ним. Пригнись. Для такого дела надо очень много динамита. Ну, ты хотел защитить Лост-Лейк? Я предложил тебе способ. Ладно. Короче, так. Мне надо кое-что уладить. А ты жди меня у моста. Я скоро буду. Есть где взять динамит. О, Брайан, я возле маяка. У того, что рядом с Кэмп Роук. Намат? То есть, Сент-Джон. Понял? Зачем я здесь? Сейчас туда прибудет вертолёт. Будь готов. Отбой. Эм... Ну ладно, жду. Я не знаю. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ну-ка, ложись давай. Да, мэм. Его навещать пока нельзя, а мне лишние руки нужны. Ладно, увидимся. Буду ждать. Эй, док, док, скажите, как вы думаете, я смогу играть на пианино? Очень смешно, Уильям. Ложись. Ладно. Могу и третьей рукой? Не, правда, возьму и подыграю. Ну, сам видишь, он поправляется. Лихорадка прошла. Хорошо, рад слышать. Ну, ладно, я пойду. Дикон, я уже говорила, Уильям обязан тебе жизнью. Бухарь ничем не должен, наоборот. Эй, и еще двое. Эдди и Мия бы умерли без антибиотиков. Это я так, к слову. Эй, у меня для тебя дело. У тебя дело для меня? Да. К западу от моста у берега лежат дохлые фриканы. Так вот, их надо оттуда выудить и оттащить кострам. Ясно? Дохлые фриканы? Да. Не, ты извини, я занят. Эй, я поручил тебе дело. Не знаю, что там Майк тебе наговорил, но у нас тут принято работать. Эй, 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 Шиза, работу он уже получил. Так, ты тут вообще ни при чем. Так решил железный Майк. Я еду в водище, и Дик едет со мной. Ясно? Ну, я ж говорил, я занят. Возвращайся, я буду ждать. Поехали? Куда? Тебе не пофиг. А с ним и аппарат искусственного дыхания. Искусственного дыхания? Охренеть. Народ, опомните. Они в состоянии сам дышать, тот уже сдох. А был бы это бухарь. Ну да, я так и думала. Короче так, электричества у нас нет почти два года, но трансформаторы целы и линии тоже. По крайней мере здесь. Я хочу поехать на север к электростанции, ну просто посмотреть, в чем там проблема. Ну так и Дик Шиза, и попроси себе охранника. Да не нужен мне охранник. Ты жил в тех местах, хорошо там ориентируешься. Ты ведь просил меня помочь, так? Теперь помоги мне. Черт. Вот и хорошо. Пойду возьму еще парней в помощи. Нет, без парней. Мы действуем тихо. Нарвемся на людей Коупленда, я договорюсь. Но в тех краях полным-полно упокоителей, ну и прочей всякой шуши. Большой отряд привлечет ненужное внимание. Нет, тихо. Руководить здесь буду я. Начнем пораньше, успеем вернуться засветло. Если только ничего не случится. Что может случиться? Ну, веди. Следуй по маршруту, который я отметил на карте. Там будут лагеря мародеров. Их лучше объехать. Ага, поняла. А как ты здесь очутилась? Я никогда не спрашивал. Так же, как и все. Тогда я поняла. И что, ты поняла? Что я не хочу вот так. Как многие из нас. Не хочу жить прошлым или бежать от него. Я... Лично я хочу смотреть вперед. Вперед, а не назад. Ни хрена ты не поняла. Ясно? Придись. Это точно они? У него знак на спине. Мы из лагеря Лос-Клэйк. У нас перемирие. Это было гениально. Может, повторить просто? Ну, просто не оставлять же его, Коупу. Блин, Дик. Ну, я пригнал его ради запчастей. Тебе-то он явно не понадобится. Черт. Спасибо. Как же я скучаю. По свободе дороги. Твою ж мать. Эй, я тебя не трону. Я отрики. Они убили мою сестру. Убили Абигейл. Вот здесь шансов больше всего. Ну, не знаю, Майк. Мы уже теряли там людей. Теряли людей? Кого? Когда? Да, месяц назад. Эванс и Торрес за припасами ходили. Я ж тебе говорю. Ни хрена ты мне не говорил! Я говорил. Мы пошли за ними, но вход завалило. Байки стояли снаружи, везде были фрики. Не помнишь? Я даже не уверен, что они попали внутрь. В чем проблема? Мы тут посмотрели те бумаги из Кэмп Шермера. Там есть шахта, которую собирались расширять. Конечно. И там наверняка осталась взрывчатка. Да. А теперь Шиза говорит, что мы уже потеряли в этой шахте двое. Эй, нет, Майк, я не это сказал. Слушайте, я… Ну, давайте карту. Я заберу взрывчатку и прищу ваших людей. Да сейчас разбежался. Эй, ты чего психуешь-то? Вот ты ему веришь, Майк, а я нет. Скажи, сколько Такер сейчас отстегивает за ящик динамик, а? Ты мне это прекрати, он дело делает. Правда? И какое дело? Херит нам договор с упокоителями? Берет Рики и едет тусоваться хрен знает где? Что он делает, а? А ты что делаешь? А? На жопе сидишь, пока все пашут. Я охраняю лагерь от грабителей, воров и всяких намадов. Эй, а ну-ка, хватит. Хватит! Вот что, не доверяешь? Пойдешь с ним. Но только помни, и ты тоже, помните, мы тут все из одного лагеря. Ладно, как скажешь. Утром возьмем байки и поедем. Сейчас поедем. Сейчас? Да. Прямо сейчас посреди ночи? Ну да. Пока темно, будет меньше фриков внутри шахты. А, точно. Пока ты маялся дурью и гонялся за черными вертолетами, стал экспертом по фрикам. А что, надо быть экспертом, чтобы знать, что фрики выходят по ночам? Так, ну все, прекратите! Ладно. Ладно. Хочешь сейчас, поехали сейчас. Но карта будет у меня. Охренеть. Послушай, у него есть тараканы, но это как у любого из нас. Но он знает, что делает. Скажи это Торресу с Эвансом. Дик, я просто... Теряли людей? Кого? Когда? Да, месяц назад. Эванс и Торрес за припасами ходили. Ладно, приятель. Ты далеко собрался? Домой. Чего непонятно? Домой. Мы не можем сейчас вернуться на гору Али. Да пошел ты нахер со своей горой. Я иду в Фервал. Короче, все, пошли. Не, братан, давай-ка не нарывайся. Хочешь мне врезать? Тогда давай, вставай в очередь вот за этими. Налетай! Ну что? Это все? Значит, мы сдохнем вот так. Да, сейчас разбежался. Ну, Бухарь, а? Мра. Помнишь? Что я тебе сказал, Мэй Джон? Что я тебе сказал? Ты сидел с полупустым ящиком вискаря и собирался убиться до смерти. Что я тебе тогда сказал? Ты взял бутылку и выпил залпом. Она была полная. Сказал, что если уж упиваться на смерть, то ни в одно рыло. Так будет по-братски. Ну так что, Бухарь? Это все? Мы сдохнем вот так? Хрен с ним, погнали отсюда. Я что-нибудь придумаю, ты зайди потом. А, Рики. Спасибо. Ну, Бухарь теперь наш. А вы подготовили брачные обеты? Ну, по традиции, первым говорит жених. Дикон, мне так жаль, что никто не пришел. Видно, разозлили мы всех. Обе стороны. Ну, не то, чтобы всех. Пусть это будет свидетельство моей любви. Для тебя я откажусь от всего. И всех. Это кольцо, символ моей любви. И оно бесценно. У него нет начала и нет конца. Люблю тебя. Это кольцо. Моё обещание. Я буду всегда любить тебя. И никогда тебя не оставлю. Можете поцеловать невесту. Одну секунду. Вот это я могу вернуть. Если обещаешь, то будешь залезать на меня так же часто, как на байк. Ну, я объявляю вас мужем и, ну, женой. Ну, ладно. Я пойду, наверное. Ну, пока! Пока! Ничего. Больше такого не повторится. Как поживаешь? Иди сюда. Эй, дружок. Привет! Привет! Нет, мэм. Ну-ка, прочитай. Ингредиенты. Хлор. Хлоро... Хлороформ. И... А терп... Терпин... Пошёл вон. Пошёл вон! Мэтт, ну что мне делать? Самой, что ли, за сырьём ходить? Вопрос решён. Лейтенант Уитекер, это капрал Сент-Джон. Он из подразделения Коури. Сумеет достать вам, что прикажете. Прочитай. 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 Ты как, читать-то умеешь? Ингредиенты, хлороформ, атерпинеол, бензиловый спирт... Пойдёт. Когда он может начать? Ну, да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. Оставь нас. Сара. Встать смирно. Сара, я... Нет. Нет, ты... Ты погиб. Ты... Ты погиб. Ты не можешь быть жив. Эй. 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 Погиб. Успокойся. Ты погиб. Всё хорошо. Стой. Стой. Подожди, я... Я не понимаю, я не смогу... Я думал, ты не выжила, и я... Нет. Они прорвались, и... Мы сбухаем. Нам пришлось уйти на юг. В Наро сказали, никто не выгонялся. Нет, я нашёл у Брайана, и нашёл... Кэрвел был окружён. Они сказали, там все погибли. Я думал, что... Я думал, что больше тебя не увижу. Нет, нет, я не могу. Послушай, мы можем уехать прямо сейчас. Куда захотим, без оглядки, давай. Нет, нет, Дикон! Я не могу! Они... Тебя силой здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идёт. Разве не видишь? И мы можем в ней победить. Я не воевать сюда пришёл. Здесь я нужна. Я могу принести пользу. Я же... Не могу так уехать. Моё место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной. Помочь мне. А потом, всё, что скажешь, мы поедем, куда ты захочешь. Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Возьмите список. Спасибо, боец. Мэм. Продолжение следует... 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 Господи, что тут произошло? Это был один из первых лагерей уцелевших. Поставили раньше, чем поняли, что орды любят бегать по дорогам. Я его нашла давно мёртвым. Тут небось полным-полно фриков. Да. Ты знаешь, куда идти? Я здесь всего один раз была. Но вроде научный корпус это там. Девушки отдыхают. А может здесь? Дверь заперта, но за ней вроде ничего. Сможешь взломать? Вроде должно получиться. Ага. Вот. Ага. Сюда. Тут никого. Иду. Помоги ко мне сдвинуть. Погоди. Сейчас. Ты готова? Толкай. Есть. Да, пошли. Стой. Назад, назад, назад. Толкай. Стой. Ага. Ну что, тогда иди в отход. Так нет. Подожди-ка. Есть способ. Чего? Есть способ. А если оба вылезем, они накинут со всей тучи, и тогда всё. О, приду. Давай ты залезешь вон туда, и будешь прикрывать меня. Ты выносишь тех, кто отбился, а я остальных. А ты так уже и делал? Да, блин, конечно, много раз. Только ты стреляй и не переставай. Поняла? Дикон. Как только выйду, сразу дверь закрой. Ладно. Стреляй по ним! Всё получится! Давайте! Ублёнка! Кажется, это всё. Ага. Спускайся. Всё чисто. Ты цел? Господи, мы были на волоске. Да не. Всё было под контролем. Новые стрелы сбегутся другие. Нас к тому времени тут уже не будет. Куда теперь? Не знаю. Они тут хорошо так всё перегородили. Посмотри, может, где дыра какая в стене. Что-то, где можно забраться. Ладно. Я посмотрю здесь. Есть что? Эй! Иди сюда! Тут открытое окно. Иду. Иду. Ну что? Ага. Да. Я дотянулась. Погоди, найду что-нибудь. Ээээ, Сара! Сейчас! Надо что-нибудь тебе скинуть. А чёрт! Нет, Дикон! А чёрт-чёрт-чёрт! Да что ж такое? Найди там что-нибудь, чтобы я залез. Ищу! Чёрт-чёрт! А-а-а! Да-а! Да-а! А-а-а! Дикон, держи! Дикон, держи! Господи, ну чего мы ржем-то? Сам не знаю. Помнишь, ты раньше уговаривала меня вернуться в колледж? Было дело. Вот и сбылась твоя мечта. Ну что, лучше поздно, чем никогда. Спасибо. Готов? Угу. Идём. Ладно, давай теперь я первая. Да, мэм, как скажете. Тут как будто бомба рванула. Может, и рванула. Пойдём. Кажется, здесь есть проход. Вот. Дверь заклинила. Ну-ка, дай я. Не, не надо. Я сама. Ну вот, видишь? Ну вот, видишь? Я сама. Да. Да. Молодец. Спасибо. Так что, сильно тебе нужно это оборудование? Слушай, мы почти... Лючмил. Проистекти contagious. Окей. Мне уже не хватает повынable,